Смотрите, вход сделан из стекла и сияющего металла. Вы идете по сверкающей плитке на полу и заходите в стальной лифт. Проходит меньше минуты, и вы видите облака, плывущие прямо над вашей головой. Вы на самом верху огромного небоскреба. Кстати, хотите узнать больше крутых фактов об этом и других гигантах. Бурдж-Халифа – самое высокое здание в мире. Она в два раза выше Empire State Building и в три раза выше Эйфелевой башни. Если разложить части Бурдж-Халифа от одного конца до другого, то она протянется на четверть всего мира. Только не забудьте потом собрать все обратно. Можно увидеть закат у подножия Бурдж-Халифа. Потом сесть в лифт, уехать на самый верх и полюбоваться закатом оттуда. Еще раз. Небоскреб настолько высокий, что два заката происходят с промежутком в три минуты. Лифт увезет вас на самый верх меньше, чем за полторы минуты. Так что, если поторопиться, будет куча времени, чтобы увидеть оба. Башня Empire State Building была построена, чтобы служить док-станцией для дирижаблей. Считалось, что они станут транспортом будущего. Проект включал в себя трапы, пункты регистрации и таможни, и так далее. Осознав, что на такой высоте ветер слишком сильный, инженеры отказались от этой идеи. Когда построили Всемирный торговый центр 1 в Нью-Йорке, строители использовали столько бетона, что им можно было бы выложить тротуар от Нью-Йорка до Чикаго. Для облицовки здания потребовалось столько стекла, что оно покрыло бы 20 футбольных полей, а стали хватило бы на 20 тысяч автомобилей. Небоскребы гибкие, иначе сильные ветра сверху легко сломали бы их. Чтобы избежать этого нежелательного сценария, большинство небоскребов качаются на ветру, как деревья. Они так спроектированы, чтобы это не вредило их конструкции. Например, Уиллис Тауэр в Чикаго может отклониться на 1 метр, когда дует особенно сильный ветер. Вот это да! Основание – самая важная часть небоскреба, находится под землей. Оно поддерживает здание и помогает всей конструкции оставаться стабильной. Чем выше и тяжелее здание, тем сильнее и глубже должно быть основание. Здание Ллойда, также известное как здание наизнанку, представляет собой смешение архитектурных стилей. Снаружи к нему прикреплено причудливое нагромождение конструкций. Это сложная система лифтов и водопроводных труб здания. Главная цель необычного дизайна – разгрузить внутреннюю часть здания. В Дубае летом становится невероятно жарко, поэтому мощный кондиционер – это обязательное условие. И Бурдж-Халифа не исключение. Кондиционер ежегодно производит 20 олимпийских бассейнов воды в виде конденсата. Архитекторам, проектировавшим башни Аль-Бахар в Абу-Даби, была поставлена сложная задача. Внутри небоскребов должно было быть прохладно без огромного количества кондиционеров. И решение нашли, установив гигантский экран на фасаде. Он состоит из тысячи двигающихся элементов. Они открываются и закрываются в течение дня в зависимости от положения солнца. Необычный фасад, состоящий из двух тысяч зонтичных модулей, покрывает всю поверхность башен, кроме северной стороны. Empire State Building попал в Книгу рекордов Гиннесса за то, что оставался самым высоким зданием с самый долгий период времени – почти 41 год. Также этот небоскреб построили впечатляюще быстро. Потребовалось меньше 14 месяцев, чтобы его закончить. Слово skyscraper, то есть небоскреб, не всегда означало очень высокое здание. В конце 18 века так называли высокую лошадь. Чуть позже люди использовали это слово для описания треугольного паруса на верхушке корабельной мачты. А еще в 19 веке так называли очень высокого мужчину. Вертикальный лес в Милане – это жилой комплекс, состоящий из двух башен. Одна высотой 110 метров, а вторая – 76 метров. Они покрыты зеленью. Их украшают 11 тысяч вьющихся растений, 5000 кустарников и 480 деревьев. Поэтому эти высотки выглядят по-разному в зависимости от времени года. Недавно книга рекордов Гиннесса определила обладателя звания самого скоростного лифта в мире. Им стал лифт в CTF Finance Center в Гуанчжоу. Он двигается с впечатляющей скоростью – 76 км в час. Предыдущий рекордсмен находится в Шанхайской башне. Он развивал скорость почти 74 км в час. Пора отправиться на вершину. Вряд ли лифты в небоскребах когда-нибудь станут быстрее. Недавнее исследование установило, что 82 км в час, скорее всего, предел для них. Если скорость будет выше, то пассажиров начнет тошнить. Все будет хуже, когда он поедет вниз, организм решит, что он падает. Упс, меня укачало. Здание Слон в северном бизнес-районе Бангкока является одним из самых необычных высотных зданий в мире. Конструкция состоит из семи частей. Трех башен, верхнего этажа с номерами люкс, бассейна и садов, торгового центра и гаражей. А, и не забудьте о двух больших круглых окнах в виде глаз и нескольких фигур, которые выглядят как уши и бивни. Еще одним невероятно высоким зданием в Бангкоке является здание-робот. Архитектор Сумит Джумсай спроектировал его для Банка Азии. Конструкцию закончили в 1986 году. Она символизирует компьютеризацию банковского дела. Архитектор однажды признался, что его вдохновил игрушечный робот-сына. Уиллис Тауэр или Сирс Тауэр в Чикаго представляет собой группу из девяти отдельных зданий одинаковой ширины, но разной высоты. От пятидесяти до ста восьми этажей. Уиллис Тауэр также находится самая высокая смотровая площадка в США. Если посетите ее, вы окажетесь на сто третьем этаже. На высоте четыреста двенадцать метров. Архитекторы, проектирующие небоскребы, изучают устройства термитников в Африке, Южной Азии и Австралии, чтобы создавать более качественные конструкции. Эти насекомые строят высокие насыпи, пронизанные крошечными отверстиями. Свежий воздух проникает через них внутрь, охлаждая структуру. Инженеры пытаются понять, как работает система. Тогда они смогут построить небоскреб с вентиляцией, подобной стенкам термитника. Шератон Худжоу Ход Спрингс Резорт в Китае имеет уникальную форму подковы. Это не только крутое дизайнерское решение, но еще и инженерный ход, делающий конструкцию более легкой. Тридцатиэтажное здание также не боится землетрясений. Архитекторы работали над идеей супервысокого небоскреба годами, пока не поняли, что существует предел высоты. Здание, которое вы создадите, может быть сколь угодно высоким, но тогда его основание должно быть достаточно широким, чтобы выдержать. Однако поверхность земли искривлена, поэтому у основания тоже есть свои пределы. Существует также проблема с материалами и формой самого небоскреба. Не забывайте также о климате, который повлияет на всю конструкцию. Пламенные башни в Азербайджане полностью покрыты светодиодными экранами. Их можно увидеть с самой дальней точки города. Вечером здания напоминают гигантское пламя. X-Seed 4000. Один из проектов гипотетического небоскреба, который станет самым высоким в мире. Более 4 километров в высоту с основанием почти в 6 километров. Он сможет вместить до миллиона человек. Этот монстр-небоскреб будет стоить почти полтора триллиона долларов. Поэтому пока ни одна страна не вызывалась воплотить этот проект в жизнь. Хотя чертежи уже готовы. Второй самый высокий небоскреб в мире – Шанхайская башня. Она известна своей экологичностью. Внешняя часть строения закручивается на 120 градусов. Это решение сократило количество стройматериалов и ветровую нагрузку. На крыше здания находятся 270 витряных турбин. Они вырабатывают более 10% электроэнергии небоскреба. Башня также перерабатывает сточные воды и собирает дождевую воду. В Бурдж-Халифа 24 тысячи окон. И моют их по старинке – мылом с водой. Команда мойщиков, которые, очевидно, не боятся высоты, в отличие от меня, работают круглый год. Они моют только поверхности, которые находятся в тени, чтобы не обгореть под прямыми солнечными лучами. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.